с вами николай пименко в проекте даты сегодня 6 декабря день образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы мвд россии в 92 году было сформировано управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков она просуществовала 10 лет после чего в 2002 появляется новая структура она выведена из подчинения мвд и получает 2003 году название гос наркоконтроль позже стало называться федеральной службы российской федерации по контролю за оборотом наркотиков но теперь о родившихся на свет 1778 год в этот мир приходит жозеф луи гей люсак французский физик и химик вел наименование хлор впервые получил чистую синильную кислоту он же изобрел ряд приборов гидрометра спиртометр барометр термометр насос с научной целью совершил два полета на воздушном шаре достигнув во время второго высоты 7016 метров его имя внесено в список величайших ученых франции который помещен на первом этаже эйфелевой башни в 1813 году рождается николай огарев русский поэт публицист революционер в 1831 году он один из организаторов революционного кружка в московском университете потом ссылки с 1856 эмигрант один из руководителей вольной русской типографии в лондоне инициатор и соредактор колокола ближайший друг герцена разрабатывал социально-экономическую программу крестьянской революции в духе русского социализма участник подготовки и создания революционного общества земля и воля при этом не забывал писать стихи прими товарищ добрый мой души мечтающий признания с тобой связал я жребий свой мои и радость и страдания друг все мое найдешь здесь ты и к миру лучшему стремления о небе сладкие мечты и на земле разуверения 1957 год день рождения михаила евдокимова артисты эстрады пародисты и мастера разговорного жанра а потом четвертого губернатора алтайского края заслуженного артиста россии в 1958 году рождается советский российский актер театра кино александр балуев ну а теперь о событиях дня 1240 год после долгой осады монголо-татарские войска возглавляемые внуком чингисхана ханом батым врываются в киев к этому моменту северо-восточные княжества уже были захвачены монголо-татарами теперь же под иго золотой орды попадает почти вся русь 1662 год первые бумажные деньги в европе выпущены в стокгольме 16 июля 1661 года а старейший из дошедших до наших дней шведских банкнот банка седлеров является купюра в 5 долларов датированная 6 декабря 1662 в 1912 при раскопках египетской амарния обнаружен бюст нефертити одно из наиболее известных произведений амарского стиля и древнеегипетского искусства в целом это стилизованный скульптурный портрет нефертити супруги фараона-реформатора эхнатона бюст был обнаружен в теляль-амарния на раскопках древнего города ахитатона проводившихся под эгидой германского восточного общества археологической экспедиции под руководством немецкого египтолога людвига борхарта 1917 год финский сейм провозгласил независимость финляндии ранее великого княжества финляндского с 16 века которые входило состав шведского королевства а с 1809 состав российской империи 31 декабря большевистское правительство россии признала за финами суверенитет которым те никогда прежде не обладали 6 декабря отмечается финляндии как главный национальный праздник день независимости 1925 год введена в эксплуатацию шатурской электростанции имени ленина доклад о возможности построения в 100 километрах от москвы мощной электростанции на торфяных массивах и использование торфа в качестве топлива был сделан ленину в смольном еще в декабре 17 план был одобрен и станция стала одной из первых крупных районных электростанций первой очереди плана горло закладка главных корпусов электростанции составилась в июне 23-го а к августу 25-го сооружение станции было завершено в свое время это была самая крупная и эффективная торфяная станция в мире 1929 год нквд ссср принимает с грифом совершенно секретно постановление номер 118 запретить совершенно так называемый трезвон или звон во все колокола при сокращении колокольного звона колокола должны быть сняты и переданы в государственные учреждения для использования в хозяйственных нуждах 1997 год катастрофа самолета ан-124 руслан он развивается через 25 секунд после взлета гигантский транспортник направлялся во вьетнам неся в своем череве истребители су-30 собранные на иркутском авиазаводе в самолете находились 17 членов экипажа и 6 сопровождающих падая самолет зацепил левым крылом за крышу деревянного двухэтажного строения напоролся на здание детского дома и рухнул на 64 квартирный дом катастрофа уносит жизни 72 человек ну и последнее 1741 год 6 декабря елизавета петровна при поддержке своих сторонников и гвардейских офицеров совершает государственный переворот рота преображенского полка идет со штурмом на зимний дворец казармах преображенского она елизавета обращается к своим приверженцам в друге мои вы знаете чья дочь вступайте за мною как вы служили отцу моему так и мне послужите верностью вашей не встретив сопротивления с помощью трех сотен верных гвардейцев елизавета спокойно занимает зимний дворец и провозглашает себя новой императрицей вызванные полки приносят ей присягу к семи часам утра переворот завершился причем без пролития крови маленький император иван шестой и родственники анны иоанновны и сама мать ивана анна леопольдовна арестованы елизавета петровна провозглашает курс на возврат к наследию петра великого указом от 12 декабря 1741 года предписано все постановления петровского времени наикрепчайший содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего императрица елизавета была последней которая являлась романовой покрови официальным наследником престола она назначила своего племянника сына сестры анны будущего петра третьего и женила его на принцессе будущей екатерине второй в его официальный титул были включены слова внук петра великого с вами был николай пименко в проекте дата